вот такая вот еще вот так вот вот какая запеканка ребята румяненькая красивая а пахнет почему-то грибами пышненькая такая но она осядет это она только с пылу жару видите все пошли смотреть что привез юрик вот это юрик пиво вкусное я вот теперь распробовала да мне тоже нравится да я раньше ханекен брал когда он был еще потом местах некоторых пропадал я чувствовал я помню это мы были мы с кумовьями ходили в этот в лагуну и там тоже брали в стиле ладно не будем на эту тему не будем поднимать эту тему так ребята что-то тут в коробках такое это микро зелень я дома выращивал убрал тоже пробовал только нету тарелочек этих блин я думал они есть вроде не выкидывал наверно где-то дома просто не валяются такие пластиковые тебя там не продали ну так получилось там криво . получились неплохие такие дамы это обычные пластиковые тарелочки намочила посыпала и она даже можно знаешь куда поднос и просто выложить и каждую каждые семена это редис есть тоже по моему там и прям по вкусу горчица зелень ешь и прям по вкусу как это горох редька редька это рукола у нас руколой там уже столько выросло уже редиска есть это видео смотрел кресла ну где-то неделя будет расти на будет инструкция было не было не помню да ладно в интернете вот это вот надо разложить и на нем будем выращивать микро зелень на окне сейчас светло пока не проклюнутся да 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 ну как раз ада а потом уже как его привилизатора да вот этого в общем юрик а это на волберсе за 1 заказывала да я заказываю ну а как же без тебя конечно с тобой это понравится можно будет заказывать недорогой да так что если кому надо вот эта фирма вот это вот она да полезно да ай хелпер ай хелпер ну как всегда макароны это тут что-то такое не успели вот эти заказать ну я смотрю то есть еще у нас же ну как мы едим в основном едим каши ну и макароны и на то такие каши вот сейчас взяли давай я вам отцеплю попробуйте пшеничную вот это вот арнаутка как у нас она называется какая какая булгур на маслица я ее сначала поджариваю а потом это за уши не оттянешь вообще каша какая я отсыплю вам я заказала 5 килограмм тоже на волберсе маслица как всегда это вот мне это я привез так это иванка мне дарила это для вина электрический аэратор для вина это что такое всегда что-то новенькое электрический аэратор насыщают типа кислородом или воздухом да еще вкусная тогда минут не знаю ты я ты я и бутылка вина такая штука на горлышко накинул кнопку нажал визу полилось там есть заслоночка такая туда воздухом мы сделаем потом покажем а мы покажем потом да вот оно что здесь включил выключил вот здесь заслонка для воздуха не для воздуха воздух типа берет она получается как шампанское просто насыщенная кислородом здесь трубочка вот такая вот а это бутылку я не знаю я как бы мы когда вчера а куда трубочку а вот открывай здесь вчера по моему у нас еще здесь не рождение осталось бутылка вина там попробовали ну не знаю 8 мая было день рождения у матвея и у юрика тещи в один день до родились вот так мы конечно поздравили поздравили получили поздравление так ладно попробуем попробуем это очень интересно да аэратор а чё ну что она как-то вот полезнее становится или крепче или что мне может как-то вкус там а вот написано раскрывает вкус и аромат вина не газирует просто просто насыщает когда как я смотрю там девка на вином занимается она там разбирается мне тоже когда раскупали что но надо дать ему чтобы она постояла подышала ладно ну это мы будем распаковывать только тогда когда ты будешь приезжать а может и нет может к нам друзья приедут о оливки масле оливки оливки о какие крупненькие подвину класс маслинки это чьи зеленые оливки сорта гордаль ли гордаль испания без косточек вот этот русский размер лёшек сегодня плакал сак и скончается это испания испанские кончается кофе кончается кофе говорю сегодня юрик приедет вот большую взял до 190 граммов вот такая арабика black арабика black вкусняшки овсяное печенье на геркулесе вот такой вот брали набрал признавайтесь зашли в этот в чижик перед этим были ваша не нашли ваша молоко берем молоко там какой-то не помню фирму по 65 рублей было срок годности посмотрели а он там пару дней и все и заканчивается на день и стала брать пошли дальше уже ну там у них по акции бывают они с торца выставляют на холодильниках акция там колбаса там бывает сроки не всегда бывают что сроки большие они просто выставляют акции может производитель как не взяли пошли дальше идем этот простоквашина который есть молоко отборная 110 рублей бы на ручку на диету ну как-то дорого было по 70 чем-то там я помню вот взяли не помню какой-то по 79 что приезжаем в чижик заходим такой же отборная 76 рублей вот там 110 а в чижике 79 76 разница ее моим считай 20 33 4 рубля разница то же самое отборное молоко все нормально ну вот эти магазины чижик не smart вот нормально это ребята то же самое что вот на рынке мы купили что мы там купили черешню купили и на пол килограмме нас надули на 50 граммов да вот цена получилась выше это точно так как в чижике и ваша не до плюс минус цена по юрик опять кирса привез там срок годности до 25 года перец он хранится дома поэтому он вообще может храниться очень долго и до 30 стоит 20 чем-то рублей . я потихоньку подсыпаю подсыпаю ну конечно мы столько не используем ничего пригодится у нас везде он летит сделан у вас у меня что ты хочешь борелла перья новая упаковка она шире не это уже новая уже а может это просто что перья тут спиральки попробуйте превосходить сочетание а это надо купить песто борелла это надо купить вместе с макаронами а мне сейчас печь некогда так что лежит на подсосе это еще не все так это я поставлю вот сюда ох мама дорогая тут еще капец сколько мяско это наше по чем 6 460 кирове да но в том магазине мужа тут у нас бетлицы дешевле будет шашлычок а у нас теперь юр соловьи поют вечером я смотрел что видео это что я никогда не ела проростки семян фасоли маш сейчас мадя тоже взяла домой это как его есть это надо как салат его можно добавлять салат или просто берешь и ешь даю все как гарнир вместо овощей но вместо салата попробуем вот такие вот прикольно он сладкий такой юрик нас подсаживает на правильное питание у нас у нас доме есть овощной магазин помещение большое он занимает там ну третью часть может овощ ну как заходишь ящики даст овощами вот все там холодильничку не стоит и все и периодически там пациент аренда подсаживаются там к нему то то пиво было то печенье какое-то было то хлеб какой-то был еще вот он стоит сколько работает на месте а все кто вот этого приходят все пришли и ушли пришли ушли пришли ушли а он нормально там все почти торгует у него овощи фрукты у него и рядом тоже там демократические да и не сказал что прям на одном уровне можно сказать что там не может просто свежие все по много не берется свеженькая кинзу я взял в этом и ваша зашли это но кинзы не было но петрушка такая у нас уже есть это укроп тоже обычно у них нормально ваша ним я беру тоже могли дорого мы прошлый раз кинзу брали где-то с пару недель назад а укроп взяли укроп сколько вышло там несколько грамм 200 чем-то рублей пару пучков мы взяли до укроп у грамм 300 может до 200 чем-то рублей у мою это вышло капец у нас еще не вырос зашел маленький такой еще еще укропа нет а петрушка вон в теплице уже прям так и редис куда-то и редиска у нас уже да ладно продолжим вкусняшки зефир бековский да вот этот из яблочного пюре изготовлена по госту без красителей консервантов вот такой вот попробуем это тоже сладости печенье это что сыр сыр греческий традиционный это для салата у нас нет помидор для салата я вы смотрела можно сделать жареный пожарить такой сыр вот так ломниками в этом я же специальный для жарки привозили да я не помню уже давно но он не очень может такой мы взяли большой да вот еще такой сыр ай вот этот вот вот этот вот а сельдерея ты не брал взял а вон вижу вот это сельдереем классно так вкусно а вот это новые какие-то я такой не пробовала до твердый дюр эко него или чё там не помню как они вода немцы нет какой-то немец наши сыроварни несчастного покрыла сметана молоко воронеж ценник ну наверное фирма наверно может и немецкая но делает это это типа основатель я так понимаю немец дать может переселиться какие-то понятно как они выдержка вот да и вот такой вот я такой люблю твердый твердый прям его вот этой вот так вот тоненько прям его смаковать это не для бутербродов это вот под венцо через вот эту вот венцо через аэратор и вот такой сырик я там есть вот этот как его француз актер этот как я реша не первишь вот с большим носом волосатый пьер ришар это же кудрявый такой да это его с ним он снимался вместе подскажите не помню вот выделяется крутится до большой такой большой на д как-то да или пьер риша полторы кусок кусочек да да а и вот еще горгонзола горгонзола сыр фасован из голубой плесенью горгонзола вот вот юрик меня только и балуется ранее я сама себе не позволяю у нас тут и нечего рублю вот этот вот раньше я увидела сейчас даже я не обращаю на него внимание потому что цена за 100 грамм просто за областью за 200 рублей даешьте его сами за 200 рублей это краковская лёшик будет рад колбаска режет вот так вот тоненько вечерочка ну что по колбаске по колбаске рожек пойдет нарежет эти две морды уже сразу вот тут вот так спасибо спасибо мы сейчас уже такую не покупаем юрий только нас балует вот вот это да вы такое любите наверное да вкусная вот это вот мне нравится часто привозят бонжур с ягодами есть еще с грушей по-моему груша еще что-то тоже вкусно тоже редиску придет до сметаны лук у нас там есть зеленый укропчик там можно надергать в этом петрушка зато есть в тюрьме есть редиска и сметаны а это что такое катушка лёшику катушка лёшик просил юрика привести ему катушку ух ты какая красивая самую обычную катушку для этой для удочки тут еще что-то счет мы там за это намок это что приправа для будет плов не знаю насколько приехал в пятницу посмотрим если что можно пригласить всех на плов можно только надо это когда у вас этот рынок 4 в четверг можно это рис басмати можно купить это можно посмотреть и в да и магните тогда вот когда еще привозил ты покупал мне басмати больше понравился в прошлый раз мы готовили он может не доварился но он такой этот басмати получился а я не хотела хотя мы покупали в этих в чайхане он тоже такой ну посмотрим по обстоятельствам как у нас тут что будет вот если что мне можно приготовим плов и позовем друзей можно чисто на плов чисто плов сделать не бегать и на шашлыки на они не чисто плов вот по плову захотят привезут еще чего-нибудь если захотят они так хватит и плову казан плова сделать вот так головой давайте посидеть пообщаться с мускат юрик помнишь какой был вкусный виноград мускат бахчисарай да я помню запах крыму мы ездили на уборку винограда юрик тогда ездил пашка ездил мнение я ездил еще это поколеному паспорту мне 16 лет тогда было было минимум 18 поехали на уборку винограда у нас раньше у нас там до крыма рукой подать вот насколько для махчисарая кладет авто восемь да не больше наверно больше да ничего больше до мелитополя 50 отмели тополя до перешей к это до чингара там а там еще бахчисарай да бахчисарай это с чем-то попутал до перешей к может до 200 до чингара не было таможня задано мускат и это не помню когда его купил белый у меня там еще стоит то твое виноват склад этот у нас кровати там где выдвижные такие там склад у меня то виски лежит еще бутылка вина ну такая мне кто-то подогнал помню типа портвейн три семерки такое уже лежит бог знает сколько водка финляндия клюквенная уже тоже лежит там года два и две бутылки вина еще осталось там но это тебе презентуют на работе скида за работу там подогнали были вот так как а дружбе до диски красил диски какой-то знакомый начальника вот деньги с него не стали братья он привез там помню водка кремлин было две бутылки виски коньяк еще какой-то ну вот я не брал я виски только забрала мы поделили на всех на этому пацанам дает самое да они одну бутылку тоже забрал но я по моему коле и отдал кремлин одну бутылку пацанам отдал и коньяк по моему пацанам отдал они стали у меня так лежит тоже года два уже еще мы на ленинградске работали все бы так пили как ты вот и сельдерейчик вот так что будет у нас к шашлыку фасоль пророщенная редиска сельдерей зелень и шашлык опловик сделаем потом элементы элементы в общем вот так вот такие вот подарки спасибо большое юрику надюшки надюшка спасибо обувь и муж не могли найти на его размер размеры лапа приехать он только домой он на 9 мая на праздник домой ездил как обычно приехал без денег неделю пока еще есть работать можно поработать ладно все убираем да пошла и жарить пирожки делюшки до на улице иди давай это надо в холодильник давай да 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 вот эти вот это тоже можно все так ребята будем заканчивать хочу сказать что может у меня не получится всем раздать по сердечку и цветочку вот в это время но постараюсь всем ответить посижу подольше и отвечу это только на цене она на ю тубе только всем по сердечку и спасибо вам большое за понимание лёшек лёшек глянь что тебе это еще не все лёшек там еще две колбасы краковских и катушка вон же катушка глянь это вот сюда в этот вот средний ящик ой ты босиком ходишь прям кидай туда кидаю обувайся обувь что-нибудь холодно пол холодной так вино на пол туда ну все все о распузырились ребята запеканочка вот такая вот желтенько от яиц такая корочка сыр на яичному майонезная готовлю на стол борщец хреновина редисочка салат не стала делать никто не захотел салат вот тут еще дожариваются пирожки немножко прощелкала подкарели для себя для своих да отвлекаюсь же туда-сюда туда-сюда ну ну что будем делать это как его аэратор аэратор а ну давай она сразу и наливает ух ты блин ух ты классно видишь пузырьки это я сколько хватит хватит а то я засмотрелась отсюда берет ее пузырьки такие летят как летят но сейчас по трубочке это воздух берет и по трубочке вместе с вином струя пузырьков ух ты ну какая штучка у нас теперь есть лёшечек давай кушать без 22 без 22 как обычно мы обедаем вот так что порщик сметанка соль 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 пирожки запеканка хреновина и венчик